Привет, друзья! Сегодня Белтейн, сегодня 30 апреля, и это одна из главных узловых точек Колеса Года, один из восьми великих шабашей, Великий День Костров, и сегодня после захода солнца я буду зажигать огни Белтейна и буду делать земляные свечи, и сейчас я в лесу ищу подходящее место, возможно покажу вам пример, как делается земляная свеча, если будет позволять освещение, потому что будут уже сумерки, и вряд ли что-то будет видно, может быть я найду время завтра в световой день показать вам, ну просто на примере, как делаются земляные свечи, и какое место нужно для них, да? Прежде всего это должна быть нехоженая земля, неутоптанная, а также непаханная, и земля, конечно, не на прохожем месте, такая дикая лесная земля, либо степная, луговая, но главное, чтобы она была дикая, природная, и важно прислушиваться к своим ощущениям, искать то место, которое вам подойдет, вот я уже хожу, наверное, полтора часа или два по лесу, и все дальше и дальше ухожу от места своего кострища, потому что не могу найти вот место такое, чтобы вот оно, да, вот здесь вот, вот то-то, не то-то, не то, так что буду продолжать свои поиски, настраивать свою интуицию и искать хорошее место, место силы, которое подойдет. Хотела вам показать удивительное деревце, такое миленькое, маленькое, и растет прямо в камне. Видите, и оно, несмотря на то, что тоненькое, маленькое, оно прямо плотное, это вот толстые стволы, будущее большое дерево, каким образом, ну, тут такая какая-то трещина, очень-очень-очень узкая трещина, и вот он туда пустил корни, и это камень, понимаете, это самое настоящее камень, и как вот живет, очень холодное, 30 апреля, так-то, прохладно, а на и летом-то, наверное, будет холодная, горная речка. Ну, и, конечно же, в этот волшебный день на закате солнца я решила разложить магический гербарий и получила ответы от волшебных трав. Помни о том, что все меняется, ты всегда можешь найти поддержку у трехликой богини. Впусти магию, обрати внимание на целительную силу промежуточного времени и промежуточных мест. Растапливаю воск для земляных свечей. Скоро пойду заливать как раз час Венеры, день Венеры, еще и Биллтейн. Красота, уже почти готов. Начинает застывать потихоньку повозка. Все, я думаю, нам надо теперь это таинство оставить здесь и пойти делать вторую. Ну, пусть до утра, до восхода солнышко стоит здесь, напитывая. Утро, пришла я за своими красавицами, буду сейчас доставать. Одна, вторая. Вот моя красота получилась. Вообще очень классно в зиму запастись такими свечами. Когда зима морозная и нет возможности выбраться на природу. Такие свечи, они оказывают очень сильную поддержку стихии. Стихии леса, земли дают очень большой ресурс в зимнее время. Ну и вообще в любое время, если человек живет в городе, если он очень редко выбирается на природу, то эти свечи, это настоящее спасение. Особенно, когда они делаются в сильные дни. Когда матушка, земля, содержит в себе очень мощные энергии. Когда соединяется в земле и земные энергетические потоки, космические, восходящие, нисходящие, и все это в эти пиковые точки, колеса года, то это большая сила. Если это еще все сделано, грамотно, по правилам, с учетом всех нюансов и с душой, и с желанием, это, конечно, большая сила. Такую свечу в руки берешь, прямо чувствуешь. Чувствуешь ее мощь. И когда зажигаешь ее, то энергия огня еще активизирует все это. А себе что не хочешь еще? Хочу немножко. Красота. Мне не надо больше сейчас ножка. И проведя в ущелье день и переночевав одну ночь, мы решили подняться вверх, попить кофе у обрыва с видом на горы, зарядиться другого рода энергиями, посмотреть на виды, насладиться горами, небом. Очень чувствуется это разное качество энергии внизу, в ущелье, вдоль горной реки, лес и небо видно урывками, кусочками какими-то. Солнышко сквозь деревья, сквозь листву проглядывает. И мощный шум горной реки, влажность, такая сумрачность. И все свое внимание направляется в свою глубину, в такое состояние, очень погруженное внутреннее. И когда ты потом выходишь наверх, в горы, то здесь уже совсем другое качество энергии. Ну, в общем, я в прошлом, в одном из прошлых видео рассказывала об энергии ущелий и энергии горных пространств. И когда ты находишься долгое время, сначала в ущелье, и потом поднимаешься наверх, это очень четко можно почувствовать. И это здорово, когда ты чувствуешь геомантику, эти тонкие земные энергии и ритмы. И можешь это использовать благоприятно для собственного здоровья и настроения.